Космонавтика, радиоэлектроника и геоинформатика – основные направления научно-практической конференции к 160-летию со дня рождения Константина Циолковского. Неспроста Рязанский радиоуниверситет не только ее участник, но и организатор. ВУЗ сегодня является ведущим в стране по обработке данных дистанционного зондирования Земли. Цель нашей конференции – это обмен опытом в области космонавтики и дистанционного зондирования Земли. Много интересных разработок, много интересных идей, как уменьшить размеры аппаратов, как повысить качество съемки, как меньше расходовать топливо на запуски, на маневры. Эта конференция всегда очень в интересном ключе проходит. Участники встречи – Роскосмос, Ракетно-космический центр «Прогресс» и ведущие предприятия по созданию спутников. Мы в Роскосмосе считаем, что коллеги, которые работают в Рязанском радиотехническом университете, они являются одними из лучшими обработчиками космической информации в России. И поэтому практически все наши системы обработки в Роскосмосе построены на том программном обеспечении, которое сделано здесь, в Рязани. Научно-технической конференции исполняется 20 лет. На протяжении всего этого времени она призвана создавать мощный интеллектуальный фон, который, в свою очередь, необходим для подготовки высококвалифицированных специалистов. А выступления ведущих представителей отрасли направлены на решение проблем российской космонавтики. Все они так или иначе, прямо или косвенно ориентированы на космические технологии, от чего зависит, собственно говоря, напрямую, также зависит будущее страны. Государство, которое обладает такими технологиями, комплексом таких технологий, обладает подлинной независимостью. Почетными участниками конференции являются и выпускники радиоуниверситета, которые стали основоположниками новых научных направлений. Новые способы обработки информации на основе теории фракталов. Я это начинал где-то в 79-м году, когда это ничего не признавалось еще. То есть это считалось идеализмом. Но сейчас наша школа, моя школа, она, по сути дела, передовая в мире, и все страны, в общем-то, все ссылки делают обязательно с упоминанием наших работ. То есть это вот такое возникло направление. И я рад, что это направление родилось на основе тех знаний, которые мне заложил Рязанский радиотехнический институт. С докладом на конференции выступит и внук Константина Циолковского. Он расскажет об ученом с той стороны, с которой о нем знают совсем немного. Он говорил, что ракета для меня не самоцель, главное расселение во Вселенной. И он думал о благе человечества, а человечество, поэтому из 600 работ, которые он написал, около одной трети посвящена только технике. Там дирижаблик, пищемашинка и прочее, прочее. Одна треть – это философские проблемы. Это кто такой высший разум, кто такой Бог, кто над Богом этот Бог. Ну и масса всяких манист Вселенной, еще чего-нибудь. Внук Циолковского пропагандирует идеи великого ученого, для которого сами полеты были лишь технической реализацией большой мечты о счастье человека и человечества. Гуманист и философ он и сегодня не до конца прочтен и понят. Возможно, именно такие конференции приблизят человека к разгадке не только учений Циолковского, но и тайн космоса. Субтитры создавал DimaTorzok